МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Совет моего дома. Мы обсуждаем самые важные коммунальные вопросы, о которых невозможно молчать, и оказываем реальную помощь. Каждому из нас хочется лучших условий для жизни. Как поддерживать свой дом в чистоте и порядке? Как обустроить современные детские площадки? Сделать удобными внутрипортальные проезды? И где высадить деревья и кустарники? Все эти вопросы можно решить самостоятельно. Мы научим, поможем, объясним. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Совет моего дома решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. И вот один из самых популярных вопросов. Кто и как должен решать вопрос о капремонте общего имущества многоквартирных домах? У нас в городе действует региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Выполняет капремонт фонд капитального ремонта. Выполняется она за счет средств взносов собственников на капремонт. И в этой программе все многоквартирные дома, но из-за исключения, которые признаны аварийными. И в отношении каждого дома определены виды работ все, в том числе и фасады, крыши, лифты и годы проведения капремонта. Если жители хотят перенести на более ранний период, у нас действует комиссия. В рамках порядка номер 68 создана комиссия, и жители могут туда написать обращение. То есть для этого нужно, чтобы перенести срок на более ранний период, нужно обращение. Протокол общего собрания жителей обязательно. Это две трети голосов у нас всегда принимается решением. Собираемый взносов должна быть не менее 97% на капремонт. И заключение специализированной организации. Именно что техническое состояние крыши или фасада, оно недопустимо и аварийно, и требует незамедлительно. Документы подаются, в комиссию рассматриваются уже вопросы. Жить с комфортом в благоустроенных дворах, чистых подъездах и теплых квартирах желает каждый житель города. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов. Каждый из них нуждается в своевременном уходе и обновлении. Некоторая часть из них уже отремонтирована по программе фонд капитального ремонта. Другие регулярно приводят в порядок ежегодно по плану текущего ремонта и обращению граждан. Строение их проверяет внутренние коммуникации, меняет оконные конструкции, приводит в порядок лестничные клетки. Посмотрим сюжет о том, что удалось сделать в рамках текущего ремонта в промышленном районе Самары. Еще несколько месяцев назад температура воздуха в первом подъезде 41-го дома по физкультурной едва отличалась от уличной, рассказывает Екатерина Дунаева. В зимнее время приходилось утеплять окна и даже двери собственных квартир, чтобы не замерзнуть. Оконные конструкции заменили по плану текущего ремонта, после чего установили откосы. Об этом попросили жителям многоквартирного строения, отправив обращение через социальные сети. Все хорошо, быстро среагировали, работы сделали, успешно все проведено, спасибо большое. Это не первое обращение уже было, и я думаю, что дальше они будут так же качественно реагировать на наше обращение. Теперь в подъезде по-домашнему тепло и уютно. Некоторые жители по завершению всех работ планируют поставить здесь комнатные растения и привести в порядок лестничные клетки. Дальше, наверное, будет тоже текущий ремонт других подъездов. До этого мы им сделали крыльца, потом мы им делали окна во всех подъездах ставили. Хорошо очень подготовили дом к отопительному сезону. Будем дальше работать с жителями и спрашивать у них их пожелания. Жители 41-го дома по улице Физкультурной уже решили, что хотят изменить дальше. В планах об устройстве детской площадки и ремонт внутриквартального проезда. Довольно часто к нам в редакцию обращаются жители города с просьбой помочь решить вопрос благоустройством дворовой территории. Одни просят обновить детскую площадку, другие поставить тренажеры, третьим важно иметь удобные места для отдыха. Не так давно у дома по Осипенко 41 были проведены работы по обновлению асфальтового покрытия, после чего встал вопрос о необходимости установки во дворе скамеек. Жители попросили управляющим микрорайоном решить вопрос организации рекреационных зон внутри двора. Давайте посмотрим сюжет о том, как обновлялась территория у подъездов многоквартирного дома. Влагоустроенный двор, удобные дороги, парковочные места и долгожданные лавочки у подъезда. Но так было не всегда, отмечает председатель ТСЖ 41-го дома по Осипенко Наталья Шишова. В Ленинском районе Самары она проживает более 17 лет. Еще полтора года назад состояние при домовой территории, рассказывает женщина, оставляла желать лучшего. С просьбой привести в порядок внутриквартальный проезд и оборудовать места для отдыха, жители МКД обратились в районную администрацию. Передаем чаще через социальные сети, потому что чиновникам связь более быстрая и более оперативно реагирует на наши все просьбы. Теперь жители 41-го дома по Осипенко знают, что любой коммунальный вопрос можно и нужно решать совместно, привлекая к разрешению наболевшей темы управляющую компанию и представителей районной администрации. В этот раз люди попросили после ремонта асфальтового покрытия установить лавочки у подъездов. Обратились они через социальные сети, соответственно, мы вышли на место, посмотрели. Да, есть возможность, провели работу, чтобы представитель МКД собрала собрание, чтобы это было все у нас легитимно, официально. Они подготовили соответствующие документы, мы оперативно это все установили. Лавочки жители довольны. В этом году работы по благоустройству дворовой территории по Осипенко 41 успешно завершены. В будущих планах жителей и управляющей компанией, организации дополнительных парковочных мест и удобных подъездных путей к дому. Это лишь два примера благополучного разрешения проблемных коммунальных вопросов, поступающих от жителей города. В копилке телеканала «Самаргиз» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы и вместе с экспертами ЖКХ правильно расставим знаки припинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самаргиз» и помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Ольга Павлова. До встречи.